Уважаемые дамы и господа! Свою работу начинает сессия под названием От преимуществ к приоритетам Опыт локализации производств в России Ресурсный капитал для инвестирования Сырьевая база Кадривый потенциал Финансовая среда Модератор сессии Исполняющий обязанности Заместителя генерального директора По привлечению инвестиций Особой экономической зоны Алабуга Евгений Трушин Добрый день, уважаемые гости Участников форума Рад вас всех сегодня приветствовать И начать нашу сегодняшнюю сессию Предлагаю с такого вопроса Как локализация В рамках сессии мы с вами Не только познакомимся с опытом Локализации производства Узнаем, что важно Что является приоритетом для компаний Но также познакомимся С компаниями, с индустриальными парками Что уникального может предложить площадка Сегодня новому инвестору Позвольте представить наших сегодняшних экспертов Господин Сунчин Хуа Генеральный директор инвестиционного парка Хайер Жентина Кузьмина Генеральный директор Камасталь Александр Куров Генеральный директор Онлайн контракта Полина Ульзутуева Начальник управления по работе С инвесторами ОСЗ Санкт-Петербург И Сергей Маслёхин Директор по развитию ключевых проектов Верное решение Начать сегодняшнюю сессию Я предлагаю с такого уникального Для России кейса Как локализация успешной компании Из Китая Очень интересно посмотреть Почему компания выбрала Татарстан Что для себя отметила Ведь Хайер не только По сути локализует Производство Завода Которого сочинена Спорка своей продукции Но они также Строят индустриальный парк И хочу передать слово Господин Сунчин Хуа Также хочу отметить Что у Хайера Совсем недавно Вышел Полумиллионный холодильник И предлагаю посмотреть видео Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляем Хайером С полумиллионным холодильником Господин Сунчин Пар Скажите пожалуйста Почему Татарстан И в чем особенности Локализации производства здесь Здравствуйте Уважаемые гости Дамы и господа Добрые темы Прежде всего Ответить на вопрос Разрешите несколько слов О Хайер И только что Мы смотрели наш фильм Уже Хайер Уже в Датарстане Уже 3 года И вообще Хайер в России Уже 10 лет Мы развивались Продвигаем Наши бренд И В течение этих лет Мы понимаем Что только торговля В России Это недостаточно Для того Чтобы Развивать Свой бренд Поэтому 5 лет назад Мы начали Изучить Проект Колобилизация Первый проект Конечно Это Производство Холодильников Мы очень много места Смотрели Изучили И Выбрали Татарстан Но Только что Вы смотрели наш фильм Конечно 3 года Доказали Что мы Правильно выбрали И Работа Прошла Очень хорошо Если Обратно Смотрю Конечно У нас есть Татарстова Почему Мы Выбрали Здесь Во-первых Мы Конечно Это Не наши Стандартные Выборы Потому что В Китае Мы обычно Выбрать Где Ближе К Экспорту Город Удобно Для Экспорта Но Здесь Мы считаем Россия Это Очень Большой Рынок Мы не должны Смотреть Не только Близко К морю Россия Это Очень Свой Сам Как Большой Рынок Поэтому Нужен Другой Опыт Где Завод Должно Быть Ближе К потребителям А Местоположение Татарстана Это Очень Удачное Потому что Вокруг Татарстана Очень Плотное Население И Среди Всех Миллионных Городов Здесь За Тысяч Километры Занимает Больше Четырнадцать Городов Это Один Из важных Значит После Производства Будет Очень Быстро И Эффективно Достать Товар До Конечного Потребителя Потребителя Первое Второе Конечно Очень Важный Вопрос Это Вот Климат Для Инвестиций Но Это Всем Вам Уже Известно Потому что Я Здесь Много Повторюсь Потому что Есть Аналитика Катарстан Ежегодно Снимает Гитерирующие Позиции Среди Самых Лучших Регионов Для Создания Климат Комфорта Для Инвесторов Для Нас Это Очень Важно Потому что Мы Здесь Вкладываем Не на Один Проект Не на Короткий Срок А мы Вкладываем На Целые Десять Лет У нас Перейдут Еще Но Сейчас Уже За три Года Мы Инвестировали Три Проект Вперед Еще Промышленный Парт Поэтому Мы Здесь Очень Ценим Такое Стабильное Климат Инвестиции Удобства Да Третье Это Тоже Очень Важно Это Для Производства Нужно Вокруг Найти Очень Хорошие Локальных Поставщиков Это Тоже Не Везде Можно Найти Такие Ресурсы Как В Акрасане Здесь Сегодняшний День Мы Работаем С Больше 25 Местных Поставщиков Которые Нам Очень Сильно Патри И Создали С Нами Взаимовыгодное Сотрудничество Есть Такие Поставщики У них За Три Года Читов На Вашем Месту Уже Больше 100 Кем Поэтому Это Все Фактор Очень Важно Для Нас Спасибо Большое Спасибо Кажите У меня Еще Такой Вопрос Компания Компания По всему миру Более Индустриальных Парков Более 100 Заводов Скажите Как вам Это Удается И Каждой Отдельной Стране Вы Локализуете Учетом Локации Производства Или Масштабируете Уже Хорошо Зарекомендованность Модель Я буду Поле Подробно В презентации Рассказать Но Здесь Можно Говорить Что Конечно У нас Есть Общий Подход Но В Каждой Рынке У нас Всегда Корректировать Наш Подход Чтобы Он Более Точно Соответствует Местный Рынок Может Будем Поделить А Сейчас Немножко Ага Ага Спасибо До свидания До свидания Уже Уже Несколько Слов Ага Сейчас Я Не Останавливаюсь В Этому Странице То есть Только Что-то Сказали Что У нас Берет Большой Клайн Инвестиции Поэтому Мы Два Кода Назад Подняли Приняли Решение Создать В России Промышленный Парк Где Будем 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 Создавать Будущие Наши Шесть Производства И Создавать Очень Удобный Климат Для наших Сотрудников То есть Основная Концепция Это Живи Работай Учись И отдыхай Что В этом Парке Не только Работать Но и Можно Там Жить Комфортно И Учиться Получить Новую Квалификацию И отдыхать Нормально Компания Файра Сегодняшний Тель Продает Их товар Продается В большинство Странах И Уже За 30 Летнее Развитие Уже Накопились Очень Большие Ресурсы Партнеров И Очень Широкая Модель Реакций И Уже Разработали Очень Большое Количество Международных Стандартов Которые Сегодня Мы готовы Их Открывать Для Всех Наш Сотрудничества Партнеров Потому Что Мы Считаем Сегодняшний День Конкуренция Не только Между Компаниями Но и Между Кландформ Потому Если Увидеть Там Как Уже Эпоха Интернет Вещей Поэтому Сейчас Конкуренция Между Системами Между Платформами Поэтому Мы Как Большое Производители Как Бранда Мы Готовы Делить Наши Ресурсы Вместе Со Всеми Наши Партнерами Поставщиками Вместе Работать Чтобы Создавать Свой Уникальный Платформ Которая Позволяет Нашим Партнерам Там Развивается Душа Чтобы У вас Есть Представление Компания Хайр После Закупки Американской Бранды General Electric Подовая Техника И Европейский Бранд Канди Fiaspar Имеет Три Глобальные Бренд И Шесть Региональных Бренд Во всем Мире Больше Стар Заводов И Уже 22 Индустриальных Барок Россия Это Наша Один Из Самый Молодой Промышлен Барок В Каждый Региональный Рынок Мы Всегда Стремиться Не только Копировать Опыт Из Родины Или Чужих Странах Мы Всегда Реакюруем Спрос И Требования Местного Ринка Поэтому У нас Концепция Три В Одном Чтобы Производство R&D И Маркетинга Они Все Вот Соответствуют Локальный Спрос Вот Это Уже Более Подробная Информация По Нашему Будущему Промышленному Парку Там Будет Завод По Производству Телевизоров Сырномашин Холодинники Коммерческие Лари И Кухонная Техника Производство Электрического Поднагивателя И Тому Подобному Кроме Производства Зона У нас Еще Будет R&D Лаборатория Учебные Центры И Общежитие Медицинские Центры Вот Это Стандартные Модули Мы Стараемся Везде И Так В Китае И в Индии Реализовать Чтобы Создавать Полные Услуги Для Наших Сотрудников Для Наших Партнеров Конечно Важная Функция Это Это R&D Потому что Производство Это важно Но Если без Продажа Производство Это Просто Для Нас Даже Очень тяжелое Такое Имущество Поэтому А чтобы Хорошо Продавать Всегда Нужно Знать И Угадать Правильный Спрос А сегодняшний Спрос Очень быстро Меняется Интернет Очень Прозрачный То есть У нас Короче Нулевая Дистанция Для До Потребителей Является Наша Как сказать Гайдлайн Что R&D Команда Всегда Находится Самое Ближкое Место Чтобы Они Очень Быстро Легирует Очень Быстро Угадать Изменения Тенденции Вот Это Смарт Технология Конечно Для Каждого Производителя Мирового Масштаба Это Наша Тема Актуальная И Для Даже Не Далекого Будущего А Для Завтра То есть Мы Уже Начали Этот Проект Реализовать В России Скоро Возможно И Производитель Смарт Полотенки Именно В Татарстане Вот Связано С Производством Умная Техника Конечно Нужен Умный Завод Умный Завод Это Очень Важно Не Просто Робот Там Работает А Нужен Софт Как Ваш Компьютер Там Не Только Hardware Должно Быть И Microsoft Разная Программа Умный Завод Должно Быть Тоже Есть Такая То есть Робот Есть Камера Но Тоже Должно Быть Умная Вот Это Софт А Харь Есть Свой Называется Космоплатформ Которая Является Управляющая Программа Для Того Чтобы Умный Завод Присоединиться С Потребителей Чтобы Уникальный Заказ Спрос Можно Реализовать Уже Моментально Через Интернет На нашем Умный Заводе Это Маленький Пример После Реализации Первого Проекта В Катарстане Мы Очень Быстро Подняли Свой Бизнес Режурат Первый Месяц Только 70 тысяч Штук А Второй Год Уже 150 Третий Год Уже 220 Тысяч А Сегодняшний День У нас Рывная Чендолия Суммарная По продажам Маленький Уже Составляет Уже 11% Занимает Второе Место В России Это Свежие Данные Дефки Этого Квардала Дальше Это Как Комфорт Этого Промышленного Парк Для Наших Сотрудников Для Молодежи Для Плюс Его Поколения Там Должно Быть Не Скучно Там Должно Бы Комфортно Потому что Время Очень мало Поэтому Я не буду Читать Дальше Все Спасибо Вам Большое Большое Спасибо Господин Снежин Куа Очень Комплексный Подход По Локализации Своего Производства И Следующий Вопрос У меня Калифтини Еще Один Представитель Завода Из Поднебесной И Прежде Задать Коллеги Буквально Две Недели Назад Комбайн Камасталь Запутили Своё Производство И Давайте Посмотрим Короткое Видео О том Как Это Было Продолжение следует Добрый день Уважаемые Друзья Добрый день Уважаемые Инвесторы Важнейшее Событие Для Нижнекамска В плане Развития Я думаю Что Все у вас Получится При таком Подходе К делу Поэтому Есть В будущем Я Всех Нас С этим Поздравляю И Желаю Всех Наталь Успехов Уважаемые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу поздравить нашего партнера Роскома Сталин с торжественным отбитием сегодняшнего проекта в Нижнекамске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Коллеги, давайте еще раз поздравим Камасталь с открытием. Алифтина, у нас в Алабуге сложился кластерный подход. Тут традиционный кластер, мобильный кластер, строительный кластер, технический кластер. Скажите, пожалуйста, вы когда выбирали площадку Нижнекамске, думали о том, что Камасталь станет якобым президентом парка? Или это получилось само собой? Спасибо за предоставленное слово. Сейчас я ответить на вопрос. На самом деле, хотела дать несколько комментариев под видео. Вы первые люди, кто увидел его, потому что, как уже было замечено, у меня открылись только 12 апреля, и буквально вот утра это видео увидело свет, и сегодня оно увидело свет на этом форуме. Я бы хотела сначала еще сказать, что согласно своим коллегой, господин Па, действительно в Катарстане очень привлекательный климат. Я сама с Дальнего Востока приехала сюда вместе с нашими родителями. Знали ли мы, во что вылится наш проект? Я думаю, мы не предполагали такого.